Все хотят сэкономить свое время, никто не хочет ходить в обычный магазин, подбирать там бюстгальтеры, всем кажется, что это надо идти в примерочную, там что-то мерить, это вообще сделать очень ленило, дай-ка я пойду на Лайдберес и там все это закажу. Здесь все допускают фатальную ошибку, думая, что она будет хорошего качества и нормально сидеть. На самом деле это не так, и вот почему. Мы купили три обычных лифчика на маркетплейсы, которые лидируют в продажах, девочки их берут, и поэтому это то, что можно там в среднем увидеть. И вот какие проблемы поджидают себя вместе с лифчиками с маркетплейсом. Во-первых, это самые дешевые материалы. Что можно тут увидеть? Вообще уже видно, что этот бюстгальтер только ко мне приехал, но при этом он уже замятый. И вот этот вот дешевый поролон, который использован в производстве такого бюстгальтера, он не вернется обратно в форму. И вот этот вот поролон вот такого вот типа, во-первых, не очень приятный к коже, во-вторых, это просто реально самый дешевый пеноматериал. Я как производитель белья разбираюсь в том, сколько стоит в базовой закупке тот или иной тип материала, но вот здесь вот это самая очевидная экономия, но в таком ты будешь потеть, потому что он такой к телу не очень приятный. Во-вторых, если мы посмотрим на пояс, ну во-первых, здесь очень грубо сделана вот эта вот обработка, просто нашивка на более качественных изделиях. Это не будет так грубо нашито, это будет сделано встык, но вот это вот может царапать кожу, то есть тоже такой не очень приятный эффект. И нашивка просто сделана таким образом, самые грубые, самые дешевые крючки, тоже ну как бы не смотрится хорошо, поэтому просто сразу оттуда веет какой-то дешевизный. Вот здесь вот внутри технология один слой самой дешевой ткани, никакого укрепления здесь нет, и поэтому вот этот вот бюстгальтер, он очень быстро потеряет форму. Но из-за того, что это самая дешевая и самая тянучая ткань, он не будет удерживать грудь на месте. Здесь всего одна прострочка, бюстгальтер особо не подвержен растяжению, и поэтому, ну как бы можно сказать, что никакой особой поддержки он не дает, и ты что его надела, что его сняла, это просто такая накладка на соски. Самые дешевые, самые тонкие брители, без дублирования материалом, они очень сильно растягиваются, и поэтому тоже о какой-то поддержке здесь можно даже и не мечтать. Бюстгальтер легко перекручивается, это говорит о том, что у него нет никакой стабильности в конструкции, просто все самое дешевое, что можно было здесь собрать для того, чтобы сделать бюстгальтер себестоимостью, не знаю, там 200 рублей, да, вот здесь вот все и собрано, ну и его даже не очень приятно держать в руках, я уже не говорю о том, что он совершенно не будет ничего поддерживать, и просто через пару использований он легко может полететь в мусорку, потому что, ну, такое носить будет просто неприятно, одноразовый. Еще из косяков, которые я здесь нашла, можно внутри посмотреть на присоединение вот этой вот брители, вот это вот большой косяк, пришиты неровно, и поэтому будет наверняка раздражать кожу, ну и к тому же легко может просто оторваться, ну, потому что здесь нету двойной линии пришивания, ну, это прям действительно большой технологический косяк. Вот здесь вот производитель пишет, что это просто размер 34-75 сделано в Китае, вот, и, соответственно, написано, что поверхность чашки 100% полиэстер, ну, представь, как тебе будет это вот к телу носить, потому что 100% полиэстер, ничего более потливого придумать просто невозможно, но это явно не 75, то есть оно не соответствует размерной маркировке, и к тому же даже не указан размер чашки, но судя по плоскости своей чашки, я даже не знаю, какую грудь это украсит, потому что, ну, вот у кого есть вот такая вот измененная форма груди, к тому же с каким-то пушапом, ну, то есть оно будет очень плохо сидеть, потому что сама по себе линия чашки не подразумевает никакого объема, и, соответственно, это будет падать либо к центру, либо это будет падать куда-то вниз, ну, то есть вообще он какой-то просто дефектный. Следующий кандидат в нашем разборе лифчика – это вот этот вот любопытный белый образец. Ну, во-первых, тоже замятый и сделанный из самого дешевого поролона, еще мы не успели его надеть, но при этом уже обнаруживаем линии вот эти вот провалы на чашке. При этом вот этот вот дешевый материал – это такой пеноматериал, который сильнее всего деформируется. Для того, чтобы ты поняла разницу, я покажу тебе бюстгальтер собственного производства. Вот здесь вот использована технология спейсер, и даже если ты сожмешь вот этот вот материал вот таким вот образом, с ним ничего страшного не произойдет, он снова выправится. Это более дорогая технология, которая обеспечивает качество чашки для того, чтобы этот бюстгальтер мог носиться, после стирки хорошо себя чувствовать. А вот эти вот следы на поролоне, они уже не выпариваются, и ты даже можешь парить их утюгом, ничего особенного с этим не случится. И это будет заметно под одеждой. Я уже не говорю о том, что в принципе, ну кому сейчас нужен белый бюстгальтер, потому что белый бюстгальтер будет высвечивать отдельным контуром, особенно в плотном варианте. Но это какой-то прям совсем устаревший вариант с точки зрения стайлинга. Еще будем смотреть на линию спины. Это квадратная линия спинки. Как правило, в более качественных бюстгальтерах, лучше проработанных, используется другое конструкторское решение, которое называется спинка леотард, когда вот здесь вот все скруглено. Что оно позволяет сделать? Я покажу вот здесь вот. Это бюстгальтер нашего производства. И вот тут вот можно увидеть, что вот эта вот линия, она такая овальная, да, соответственно. И поэтому спинка у бюстгальтера леотард всегда идет такой буквой Ю. Для чего это сделано? Ну, во-первых, если у тебя есть мясо вот в этой вот зоне, то оно гораздо лучше будет скрываться и не будет высвечивать отдельной такой плюшкой, как вот в этом вот белом бюстгальтере, у которого все скруглено под прямой угол. Вот тут вот за счет того, что эта линия мягкая, и за счет того, что вот эта вот линия, она тянется, оно будет лежать гораздо мягче. Во-вторых, это просто гораздо удобнее женщинам с узкими плечами, которых много, у кого вообще спадают бретели. Такая форма спинки позволяет держать бретели на плече, и поэтому большинству женщин она подходит гораздо лучше. Однако такая технология дороже в производстве, потому что она требует дублирования вот этим вот дополнительным материалом, требует дополнительной технологической операции, которую должна сделать швея, и поэтому эта технология просто дороже, и поэтому в дешевом сегменте ее не бывает. Еще я говорила про вот эту вот технологию прикрепления бретелей. Она тут тоже максимально дешевая, используется, что вот такие вот нерегулируемые бретели, которые просто вставляются и выходят. За счет этого постоянно спадают бретельки. Почему это самая дешевая технология? Потому что, ну, они максимально используются на всех линейках бюстгальтеров. Не нужно делать вот эту технологическую операцию, которая делается более качественно, в более дорогом сегменте, когда мы используем кольца. Но кольца подвижные, и они точно не соскочат. Поэтому здесь ты можешь быть уверена, что тебе будет комфортно, и точно не будут падать бретельки, и точно вот эта вот зона, она будет надежной, да? То есть никогда так не случится, что вот эта вот линия начнет отставать, они начнут выскакивать, да? Поэтому линия на кольцах гораздо надежнее, и поэтому такой бюстгальтер с кольцами будет служить гораздо дольше. Что видно с точки зрения перемычки, да? И что видно с точки зрения пояса? Вот здесь вот опять же использована самая дешевая, самая тонкая ткань, которая очень сильно растягивается. Ну и, конечно, поэтому поддержки от такого бюстгальтера ждать не стоит. И вот даже мне стоило просто его, ну, немножечко вот так вот потыркать, и он уже все. Эта линия настолько сильно растянулась, я его даже постирать еще не успела. Использованы боковые кости. Тоже устаревшая технология. Сейчас уже в Евросоюзе, ну, как бы рекомендуют даже не ставить кости. Производителям у нас просто такого регулирования нет. Но почему? Потому что они могут затрагивать боковую линию груди, поэтому уже считаются не очень безопасными. Поэтому кости в бюстгальтере не нужны. Ну и, соответственно, это просто может подвергать риск здоровью. Здесь этот бюстгальтер компенсирует плохую посадку по чашкам. Кстати, я вообще не понимаю, здесь производитель говорит, что это размер 75D. Зачем в размере 75D нужны вот эти вот вкладные пушапные чашки? Для кого они нужны в таком размере? Ну, как бы не очень понятно. То есть это, ну, как бы все сделано для того, чтобы компенсировать плохую посадку того бюстгальтера. Здесь использован самый дешевый хлопок, который начал идти катышками уже даже до момента стирки. Ну, как бы я вижу, что вот он такой максимально тонкий и уже закатывается. То есть, ну, ничего хорошего к телу. Есть технология гораздо лучше. Вот мы, например, в одном из своих собственных бюстгальтеров используем тоже натуральный материал. Это натуральная вискоза. Она гораздо приятнее, она гораздо мягче и шелковистее к телу, но при этом она не обладает таким недостатком, как хлопок. Она не закатывается. И вот этот вот хлопок внутри чашки тоже считается, что это устаревшая технология. Он довольно быстро выглядит потасканным. Поэтому, конечно, в современной технологии это уже не используют. И вот здесь вот ты можешь сравнить. Я показывала, насколько неплотный бочок у того бюстгальтера, а вот тут вот, вот эта вот линия, она гораздо, ну, как бы плотнее, она гораздо более упругая. Это более дорогая ткань. Называется Power Mesh, которая лучше удерживает бачка и которая дышит. То есть, ну, как бы это тоже технология дороже в производстве. И тоже сделана такая же самая спинка Leotard. Что еще в этом бюстгальтере откровенно не так? Ну, здесь видно, что вот тут вот косит перемычка. Если я ее вот так вот сворачиваю, то видно, что она ходит ходуном, то есть она не будет фиксироваться стабильно на теле. И вот здесь вот можно увидеть, что вот тут вот есть вот этот вот дополнительный кусок, который, ну, как бы никак не проклеен. Здесь нет никакой адаптации. То есть, ну, как бы оно, скорее всего, тоже не будет очень хорошо сидеть. Это просто, ну, я могу сказать, как производитель по стабильности самих материалов. Ну, этот бюстгальтер довольно быстро развалится. В более качественном исполнении, конечно, такого не будет. Вот здесь вот все очень плотно. Они вот так вот не расхаживаются и не ходят ходуном. Надежно кости зафиксированы на месте. Поэтому, ну, как бы это тоже влияет на качество бюстгальтера. Самое коварное в нижнем белье это то, что его нельзя вернуть. Поэтому, если ты купила, пусть и дорогой, неудачный лифчик, который на тебе плохо сидит, то привет, прощай 10 тысяч, они больше к тебе не вернутся. Поэтому для того, чтобы не попадать в такое западню, скачивай мой чек-лист и оттуда ты точно узнаешь, как подобрать тот бюстгальтер, который тебе подойдет. И еще один наш последний вариант «Прощай молодость, прибалтийский бюстгальтер». Вот такой вот очень бабушкин вариант, такой совершенно классический, мне кажется, из 80-х вариант. Что же в нем такого? Ну, во-первых, тоже самая дешевая фурнитура, которая вообще приказала очень долго жить. Во-первых, все вот эти вот материалы, они супер эластичные, они настолько хлипкие, что они не будут поддерживать хоть сколько-нибудь нормальный размер груди. Также использована самая дешевая, самая растягучая микрофибра, которая тоже не будет удерживать пояс бюстгальтера на месте. Дизайн, конечно, можно опустить, но, скажем так, он явно уже не в тренде, равно как и сама технология производства. Внутри использован вот такой вот хлопковый подкрой, да, ну как бы тоже уже устаревшая технология, можно увидеть по вот этой вот линии чашек, то, что они вот так вот стоят и проваливаются, тоже говорят, а скорее всего сложности с посадкой, потому что, ну как бы в нормальном бюстгальтере вот, ну как бы не должно быть вот такого эффекта, что он дает какую-то странную форму груди при облегании. Поэтому я не думаю, что он будет очень хорошо сидеть. И вот тут вот я чувствую по линии шва, что он вот так вот избыточно натянут, и поэтому, ну как бы, вряд ли мы можем здесь ожидать какую-то хорошую посадку. Ну вот этот вот бюстгальтер, наверное, получше, нежели чем два предыдущих бюстгальтера до этого. С точки зрения костей, ну они очень-очень хлипкие. То есть вот для того, чтобы проверить качество посадки по костям, можно вот так вот, ну сжать бюстгальтер, и соответственно, если кости, ну как бы, очень упругие, то это говорит о том, что он не будет фиксировать размер на месте. Я для сравнения покажу более качественную технологию бюстгальтера на большие размеры. Вот, например, бюстгальтер нашего собственного производства. Но здесь в поясе уже использовано другой вид ткани. Использована такая более плотная сетка Power Mesh, которая тянется, которая дышит. Это гораздо более качественная альтернатива вот этой вот быстро вытягивающейся микрофибре. Здесь сделано такое полное дублирование, да, как бы более отделанная вот эта вот зона, да, более устойчивыми материалами для того, чтобы как раз обеспечить комфорт обладательницы большего размера груди. Во-вторых, вот тут вот у нас внутри использована более дорогая технология. Это вот когда у бретели есть такая внутри бархатная подушечка. Она более комфортно лежит на теле, и сами бретели гораздо менее эластичные, нежели чем те бретели, которые использованы вот здесь вот внутри. С точки зрения самого кружева здесь использовано несколько материалов, двойная сетка, но как бы хлопок уже не так сейчас используют, потому что хлопок обладает гигроскопичностью. Это значит, что он будет впитывать влагу. И поэтому в таком бюстгальтере ты потенциально будешь больше потеть. А вот так вот несколько слоев сетки обеспечивают вывод вот этой вот жидкости, и поэтому здесь ты не будешь так потеть, как вот в этом вот бюстгальтере. Кроме того, сама вот по себе вот эта вот технология использования сетки дает более надежную, более качественную посадку, нежели чем вот эта история. Ну и конечно, здесь я не могу уже вот таким вот образом согнуть кости, то есть они вообще практически не гнутся, в отличие от вот этих, которые сгибаются просто на раз-два. То есть бюстгальтер обеспечит гораздо более качественную поддержку. Но еще в этом бюстгальтере вот этот вот верхний материал тоже был немножко эластичный, но вот тут вот мы используем более дорогую технологию, двуслойное кружево, то есть вот верхний слой кружева, и вот внутри еще дополнительную сетку для того, чтобы фиксировать грудь на месте. То есть это более сложная производственная операция. Поэтому получается, что за все в жизни нужно платить, и не стоит, ожидая за копеечный бюстгальтер, получить какое-то качество. В любом случае, если ты просто посчитаешь на цифрах, сколько тебе прослужит один качественный бюстгальтер, который ты купила, который идеально тебе подходит, да, пусть изначально он был дороже, но тем не менее, каждая носка из-за того, что ты будешь долго его носить, из-за того, что он просто качественно сделан, тебе обойдется дешевле, нежели чем ты купишь вот такой вот бюстгальтер, наденешь его пять раз и выкинешь, просто потому, что он не очень качественный, не очень приятный, ну и быстро начинает портиться ближе к телу. Поэтому инвестируй в те бюстгальтеры, которые ты будешь носить и любить, И не выбирай бюстгальтера по цене А где ты покупаешь лифчики? Напиши мне об этом в комментариях И я разберу это место в следующий раз С тобой была Алина, эксперт по подбору белья Ставь лайк этому видео, если оно тебе было полезным И до новых встреч!